Здравствуйте! Это новости на телеканале Оркен Медиа в студии Ольга Сивоха. Я и наши корреспонденты расскажем вам о событиях в Балхаше и за его пределами. Смотрите через минуту. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Приплыли. Дождь, который лил сегодня в Балхаше несколько часов подряд, принес горожанам массу проблем. В основном коммунальных. Одних балхашцев затопило в собственном доме, другим отрезало подход к родному жилищу. Наши корреспонденты продолжат. Водные процедуры для жительницы 14-го дома улицы Алимжанова Алмагульду Кербековой начались с раннего утра и продолжаются целый день. Дождь в каждой из трех комнат. Переменчива погода в ее доме уже несколько лет. Женщина отремонтировала крышу, но покрытие снесло порывом ветра. Семь лет живу здесь, семь лет мучаюсь. Зимой снег, летом дождь. Тазики, банки всегда на готове. Свет сразу выключаю, потому что уже было замыкание на кухне. Сам дом, по словам жителей, находится на балансе Казахмыс. И предприятие уже выделило на ремонт кровли 3 миллиона тенге. Вот только подрядчики сказали, что этой суммы недостаточно. Не хватает миллиона. И снова жильцы дома обратились с просьбой о помощи в социальный отдел Казахмыса. И теперь ждут ответа. А жителям 11-го дома улицы Жильтуксан, чтобы подобраться к дому, нужно закатать штанины повыше. Многоэтажное здание оказалось окружено водой. Кроме того, потоки со скоростью заполняют подвал дома. Как дожди у нас, у нас постоянно вот такой потоп. Никакой реакции нету, администрация, ни универсал. Вот можете на крышу залезть, крыша вся дырявая. Никакой реакции, ничего нету, делайте за свой счет. Вот сейчас вот ливень идет в круговую, полный подвал воды сейчас. Проблема этого дома в отсутствии дренажной системы. По словам владельцев квартиры, они обращались ко всем коммунальным службам. Но пока вопрос остался нерешенным. Если это входит в перечень оказываемых услуг КСК, тогда КСК должны сделать. А если это не входит, тогда жильцы совместно с обслужившей организацией должны собраться с деньгами и принимать меры. Найти ответственных за потоп вокруг домов нам не удалось. Коммунальные службы ссылаются друг на друга. Похоже, топить людей будет, пока в эту проблему не вмешается третья сторона. Сел в лужу. Дождем затопило и некоторые дороги города. На улице Жильтоксан посреди огромной лужи застряла легковушка. Водителю пришлось звать на помощь, чтобы выбраться из образовавшегося водоема. На улице Жильтоксан сегодня машины больше напоминают корабли. После нескольких часов дождя воды на дороге набралось до самого бордюра. Не всем удалось преодолеть дорожное озеро. Хюндай отказалась ехать дальше. Через полчаса прибыла помощь. Легковушку прицепили к более высокому джипу и вытащили на сушу на тросе. Жители поселка Саяк уже вторую неделю живут без воды. Причиной засухи стали аварии в электрических сетях и на водопроводе, которые произошли одна за другой. Единственный источник живительной влаги в шахтерском поселке – это водовозы. Две машины развозят воду в поселок и на рудник. По словам жителей, ее катастрофически не хватает. Уже вторая неделя пошла, как мы сидим без воды. Нам ее привозят в цистернах, по два ведра каждому. Но этого мало. Даже готовить еду нам толком не на чем. Первое отключение произошло 12 июня. Тогда случилось замыкание высоковольтных проводов. Устранить неполадки удалось через три дня. Но когда стали запускать воду, произошла большая авария уже на водопроводе. Несколько попыток коммунальщиков починить трубы не увенчались успехом. Воды в поселке до сих пор нет. Бригада из четырех человек работает на месте. С того момента уже устранили восемь аварий. На данный момент сейчас три аварии. То есть планируем устранить сегодня эти авары и будем запускаться на движеключевых. Вода ниже к обеду завтра шторя. Думаю, пойдет. Озверели. Уже 70 балхашцев покусали собаки за несколько месяцев этого года. Нападают на горожан не только бездомные животные, но и домашние, которых оставили без присмотра. Пострадали от четвероногих и хозяева питомцев. Чтобы обезопасить население, ветеринары намерены штрафовать владельцев животных. У травматолога Круала Баталова свой рейтинг частых пациентов. Уже несколько лет не покидают список лидеров, покусанные животными. В этом году уже насчиталось 70 человек – взрослых и детей. Чтобы исключить тяжелые последствия опасных заболеваний, каждому такому пациенту нужно пройти целый ряд процедур. Получают прививки состоит из шести уколов. Раньше делали 40, вокруг пупка, сейчас 6 антирабитская вакцина, так и называется. У нас вакцина сейчас российского происхождения. В России мы получаем. Прививки в обязательном порядке, они по срокам делаются. То есть первый день, когда человек обратился, считается на любой день. Потом на третий день, седьмой день, четырнадцатый, тридцатый, самый последний укол делается на 90-й день. 65% нападений на людей совершают бездомные собаки, а остальная доля преступлений принадлежит домашним питомцам. Сейчас в отделе ветеринарии официально зарегистрировали лишь полторы тысячи животных. Остальные, по словам врачей, представляют угрозу. А их владельцы являются нарушителями правил содержания животных. Регистрация домашних животных, то есть я имею в виду собак и кошек. Собаки должны выгуливаться в намордниках, на коротком поводке, в ошейниках. И нельзя оставлять животных без присмотра на, если вы куда-то хотите зайти в учреждение, то на короткой привязи, где-то на расстоянии метра от привязи оставляются животные. И при выгуле обязательно с собой иметь посуду для сбора фекалий животных, чтобы за вашими животными было все чисто. Добавим, что по новым правилам, которые введены с этого года, гулять с животными с 23.00 и до 6.00 запрещается. Также владельцы обязаны иметь при себе паспорт прививок и сертификат, подтверждающий, что животное не опасное и управляемое. Чтобы его получить, питомец должен пройти месячный курс обучения в специальном учебном заведении. Штрафы за нарушение этих нововведений начинаются от 6 тысяч тенге. На защиту бизнесменов балхашских предпринимателей буквально замучили проверками. По информации местной прокуратуры, только с начала года торговые точки проконтролировали больше 200 раз. Самые частые гости бизнесменов – управление госдоходов по защите прав потребителей и сотрудники ЧАЭС. Надзорный орган зарегистрировал также незаконные действия городской полиции. К примеру, правоохранители составили протокол без присутствия хозяйки магазина. Чтобы оградить балхашских предпринимателей от частых и необоснованных проверок, прокуроры создали мобильную группу. Она будет выезжать на место по первому звонку любого предпринимателя. Хотелось бы обратиться к предпринимателям. Если они стали объектами незаконной проверки со стороны государственных органов, они могут обратиться на бесплатный номер колл-центра Генеральной прокуратуры 115, а также по телефону доверия прокуратуры города 48571-46877. Теория рака. Как продлить жизнь человека с онкологией? Об этом балхашским врачам рассказал профессор кафедры онкологии Алматинского государственного института Нурлан Болтобеков. Он неделю обучал местных врачей современным методом лечения и познакомил их с новыми технологиями. А в последний день рабочей командировки областной медик принял местных сложных пациентов. Подробности в материале Женса и Мусины. Профессор кафедры онкологии Нурлан Болтобеков не пропустит ни одной родинки на теле пациента. Безобидная точка может оказаться возбудителем кожных заболеваний и даже перерасти в раковую опухоль. Специальный аппарат «Дермотоскоп» увеличивает родинку в 30 раз и показывает, есть ли опасность. Дермотоскоп как-нибудь? Да. В ней есть две программы. Онкологическая программа и видеопрограмма, которые позволяют выявить изменения, которые не проявляются клинически. То есть самые ранние формы. То есть у больного ничего не болит, а «Дермотоскоп» показывает, да, уже есть проблема. И когда у него это есть проблема, мы больному не делаем огромную операцию, а мы просто говорим, так, препарат вот так дадим, и все вернется в норму. Серег Байтулаков уже полгода ходит по врачам и не знает свой диагноз. В декабре у мужчины начались проблемы с мочеиспусканием. С подозрением на онкологию балхажец пролежал в Карагандинской больнице 10 дней. Еще столько же в столичной. Вот только разгадать болезнь никто не смог. Надежда на алматинского гостя. Лечение я все получил. Больше лечения, какое лечение, там лечение. Просто у меня моча, кровь идет, гематюрия, и все. Я не могу, откуда вот эта вот система, откуда идет этот кровь. Мне ехать в Астану, МРТ пройти 5-го числа. Если после МРТ, после МРТ, если ничего не получится, уже восстану, в Алма-Ату. Как он сказал, профессор, уже в Алма-Ату меня отправят. За несколько часов осмотра у профессора прошли несколько десятков балхажцев. Еще около 70 врачей и медсестер получили новые подсказки по лечению онкобольных. После этого мастер-класса балхажские врачи обзаведутся своим дерматоскопом и смогут на дому диагностировать рак родинока. Задача была осмотреть тех больных, которые вызывают подозрения у данных врачей, которые сами не могут. И на ваших глазах были здесь консилиумы. Были два очень сложных случая, когда непонятно, то ли это метастаз, то ли не метастаз. Вот женщина поехала на ПЭД, и мы сейчас девушка молодая. Мы ей подсказали, что нужно делать, дали ей уверенность, что у нее впереди будет нормальная жизнь. Первый гонг одной победой и поражением начался для балхажцев шестой международный турнир по боксу. В этот раз ежегодные соревнования в память балхажских боксеров Аманбека Маканалина, Ирлана Нокербекова и Жаната Сатенова собрали 150 участников из 14 областей Казахстана, а также из стран ближнего зарубежья. Специальные гости – победитель Олимпиады в Атланте и в Сиднее Буладжу Мадилов, обладатель Кубка мира по боксу Аркадий Тупаев и чемпион Европы Серик Нурказов. В составе спортивных судей – представители Международной федерации бокса. В первый день турнира в шести весовых категориях на татаме провели 29 боев. Два раза испытали свои силы балхажцы, лишь один получил путевку в следующий этап соревнований. Продолжат выступления на ринге еще шесть человек из Караганды, пятеро из Узбекистана и еще трое из Кыргызстана. Я не прошел на второй тур соревнования, так как проиграл бой со спортсменами 100 раз. Ошибки свои признаю. Надо было выполнять неинструкции тренера. И в конце выпуска еще раз о погоде. Дождь застал врасплох горожан с утра и, пожалуй, он был самым настойчивым с начала летнего сезона. Синоптики прогнозируют, что такая погода сохранится в ближайшие три дня. Ночью ожидается похолодание. Мы будем сохранять кратковременные дожди грозами, при грозах, возможно, порыбистые ветры. И температура ночью в пределах 12-18 градусов, днем 20-25 тепла. Летний дождь Летний дождь Летний дождь Шепчет мне легко и просто, что придешь. Ты придешь, ты придешь, ты придешь, но будет поздно. Не своевременность, вечная драма. Где есть он и она? На сегодня у нас все. Хорошей погоды в вашем доме. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин